Творческий потенциал, готовность быстро внедрять новации, оперативно реагировать на изменения показала в этом году сфера образования. О достижениях, проблемах и перспективах рассказала на пресс-конференции министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Год выявил одну важную закономерность. Когда проблему решают вместе, педагогическое сообщество родителей и дети нужного результата добиться проще. Поиск эффективных онлайн-платформ, разработка новых методик образования, организация отдыха в условиях самоизоляции – вот лишь часть задач, которые приходилось решать в срочном порядке. При том, что стратегические цели никто не отменял, подчеркнула Алла Салаева. В этом году в республике заработали две школы – в селе Байгулова Козловского района на 165 мест и в столичном микрорайоне Новый город на 1600 мест. Началось строительство школ на 108 мест в деревне Кошмаше Маргаушского района и на 1650 мест в микрорайоне Садовый. Готов пятилетний план по модернизации учебных заведений. Его профильное ведомство разработало вместе с главами муниципалитетов. Туда возьмут школы на первом этапе с 50-процентным износом, у которых есть комплексная проектно-смертная документация. Контроль за этим будет ввести службу единого заказчика за реализацией, чтобы мы не наступали на грабли в школу-гурнава. Не обошли и тему горячего питания. Разнообразие и качество легло в основу меню утвержденного Роспотребнадзором. Этой осенью состоялись выездные семинары для районных школ, на которых обсудили практики столичных школ. Важная тема – профориентация школьников. Выбор большой, но особая потребность прослеживается в профессиональных кадрах для электротехнического кластера и IT-компаний. По этому поводу прошло несколько совещаний. Выяснилось, что только на предприятия электротехники нужны сотни высококвалифицированных специалистов. Поэтому мы сейчас будем со следующего года в десяти школах открывать инженерные классы, причем седьмого класса, потому что в десятом-одиннадцатом делать профориентацию, ребята уже познавали. Также к этому подключается институт на базе наших предприятий, подготовка к преподавателю. Плюс продолжится работа и по повышению мотивации педагогов, которые работают с детьми в инженерных классах. Их оплата труда в перспективе увеличится. Большая работа ведется по продвижению в Республике международных стандартов WorldSkills. Наши школьники и студенты не раз занимали на всероссийских и мировых чемпионатах призовые места. Это способствует популяризации рабочих профессий среди молодежи. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Александр Отсеков, Республика.